Здравствуйте! ОКО продолжает череду трансляций, посвященных контрольным матчам клубов российской премьер-лиги, которые в период межсезонья активно готовятся к возобновлению чемпионата России и проводят зарубежные учебно-тренировочные сборы. Мы приглашаем вас, друзья, в испанскую Марбелию, где завершающий свой первый сбор столичный локомотив проверит свои текущие игровые возможности в товарищеской встрече против пражской «Спарты». Ну, практически все у нас готово к началу этой встречи. Осталось только познакомиться со стартовыми составами, и игра начнется. Соперник достаточно серьезный, один из лучших клубов своей страны «Спарта», самый титулованный клуб. А вот уже и состав локомотива мы с вами видим. Вратарь, 53-й номер, худяков, полевые, Бабкин, 75-й, Баринов, капитан, 6-й, 16-й, едвай, Жмлединов, 17-й. Исидор, 19-й, Кухта, 9-й, Нинахов, 24-й, Пабло, 3-й, 31-й, Рыбусь, Рыбчинский, 94-й номер, Маркус Гиздель, главный тренер столичного клуба. И также отмечу, что состав «Спарты», который мы видим в наших ранах, в отличие от состава локомотива, здесь практически нет легионеров, выступают чехи и словаки. То, что касается состава нашего клуба российского, то 6 россиян и 5 легионеров выходят сегодня с первых минут. Состав «Спарты», вратарь, 77-й номер, голец, полевые, 4-й, Габриэль, Гложек, 20-й, 37-й, Крэйчи, Павел Кобосьмой, 27-й, Панак, 21-й, Пешек, Пул Краб, 18-й, 33-й, Иханко, 22-й, Хараслин и 9-й номер, Челюстко. Главный тренер пражской команды, хорошо знакомый многим болельщикам, которые внимательно следят за российской премьер-лигой, Павел Рыба, работал он в Махачкале. Мы об этом с вами не забыли. Несколько дней назад эти команды проводили контрольные матчи. «Локомотив» играл так же, как и сегодня, с чешским клубом «Яблонец». Матч завершился ничьей 1-1. Свой первый гол забил за новую команду дебютант железнодорожников «Чех» Ян Кукта. Он отличился на 31-й минуте, перехватив мяч у защитников штрафной и воспользовался на все 100% грубейшей ошибкой игрока обороны чешской команды. На второй тайм уже вышли другие футболисты. И в результате «Яблонец» сумел отыграться. Ничья 1-1. А «Спарта» играла с представителем российской премьер-лиги, как и сегодня. Тогда с футбольным клубом «Ростов» и «Прожани» выиграли со счетом 2-0 у «Ростовчан». Лукаш Хараслин отличился. И еще один мяч в собственные ворота направили футболисты ростовского клуба. Баринов капитан, Павел Кокапитан, судейская бригада, Испино Домингес, Кампус Фигаль и Испино Рассадо. Это судейская бригада. Мы ее с вами видим. Обменялись вымпелами капитаны. Ну и, как вы прекрасно понимаете, в зелено-красной форме сегодня играет российский клуб. В белой форме выступают футболисты «Спарты». Фото на память. И можно начинать. Если сравнивать составы, которые начинали предыдущие контрольные матчи у этих команд, то у «Локомотива» я насчитал 4 изменения. Сегодня выходят с первых минут «Рыбус», «Пабло», «Жамаледдинов» и «Изидор» – новичок команды. Соответственно, в запасе остались Текнизян, еще один новичок железнодорожников «Мампаси» и Петров с Керком. Вот 4 изменения у «Локомотива». Три изменения по сравнению с игрой против футбольного клуба «Ростов» у «Спарты». Сегодня выходят в основе Габриэль, Павелко, Панак. Соответственно, отсутствуют «Точкал», «Витек» и «Визнер». 14 градусов тепла в испанской «Марбели». Ну, так знаете, ветрено, пасмурно. Но зато не жарко будет играть. Можно будет хорошо подвигаться, хорошо поработать. Еще раз подчеркиваю, для «Локомотива» это заключительный матч на первом сборе. Стартовый свисток прозвучал. Вперед, смотрим самым внимательным образом, как начнут эту игру. Нас, прежде всего, конечно же, железнодорожники интересуют. Это российский клуб, причем один из ведущих клубов, как всегда ставящий перед собой серьезные цели и задачи во всех турнирах, в которых он принимает участие. Большое обновление у «Локомотива», появляются новые игроки. Есть и те, кто уже покинул «Локомотив», например, Федор Смолов, перешедший в московское «Динамо». А вот и первая атака «Спарты». Приближение к штрафной площади, подача. И здесь страхует своих защитников капитан Дмитрий Баринов, игрок сборной России. Выбивает мяч Дмитрий на угловой. По-прежнему залечивает свою травму основной галки «Локомотива» Гильермо. Но есть еще травмированные. Постепенно они восстанавливаются, выздоравливают. Многие уже даже здесь, на сборе, начали тренироваться. Но, скажем так, больше по индивидуальной программе. Это касается Антона Мирчука, Станислава Макеева и Бориса Ротенберга. Еще одна подача. Но мы знаем, что чешские команды любят, умеют навязывать сопернику такой силовой, атлетичный футбол. И нет ничего удивительного, что едва игра началась. Вот уже вторая или третья подача в штрафную площадь «Локомотива». И даже первый удар, пусть не опасный, не сильный, но мяч долетел до рук Даниила Худякова. Совсем молодой галкипер. Но вот в связи с тем, что Гильермо травмирован, он играет. И он сейчас в отсутствие, еще раз повторяю, Гильермо, он главный вратарь этой команды. Шесть игр в российской премьер-лиге Худяков провел. Пять в основе, восемь мячей пропустил. Две сухие игры записал на свой счет. Две игры в Лиге Европы отыграл против Лацио и Марсель. А вот и «Локомотив» подобрался к чужой штрафной и сумел заработать уже свой угловой. Крупным планом двенеголец, вратарь, 77-й номер, 27 лет ему, воспитанник Жилины. Прошлый сезон играл в аренде в клубе «Раков». Посмотрим, что сумеют для себя извлечь полезного во время этого стандарта. Угловой Дмитрий Рыбчинский будет подавать. Короткий разбег, на ближнюю штангу мяч пошел. И возникает напряжение. Я бы даже сказал, возникает действительно опасный момент у ворот Пражан. И можно было замкнуть дальнюю штангу, что и попытался сделать. Но надо только было мяч в ворот переправить. А вот с последним как раз вышла небольшая заминочка у Изидора. Мы с ним знакомимся. Вильсон Изидор, перешедший из Монако. Говорят, очень интересный, разносторонний, быстрый, резкий, техничный нападающий. Игрок группы атаки, который должен усилить атакующий потенциал локомотива. Вот после первого углового действительно возник эпизод. А теперь уже Спарта контратакует. Это опасно. Удар по воротам. Удается поставить блок Рыбусу. И сейчас поляк выносит мяч за боковую. Нет, мяч не покинул пределы поля. Много борьбы. И мяч перехватили чешские футболисты. Эту атаку начал Филипп Панак. Яков Пешек комбинирует с партнером. Пытаются закрепиться на чужое половине поля чешские футболисты. Футболисты чешской команды. Здесь нет нарушения правил. Хорошо было сыграно в отборе. И будет удар по воротам. Да, удар следует. Еще один угловой. Атаку завершал Рифаджималеддинов. 17-й номер. Еще один игрок, который привлекается из локомотива в нашу национальную сборную. И опять Дмитрий Рыбчинский устремляется к дальнему углу поля. Будет навешивать в первой своей попытке. Он неплохо доставил мяч в штрафную. Там удалось выиграть на ближней штанге борьбу. И получилась такая скидка на Вилсона Изидора. Но он не попал по воротам с близкого расстояния. Сейчас перелет. И мяч вновь будет под контролем у прожан. Выпускник Академии клуба. 23-летний Дмитрий Рыбчинский. Поиграл в Казанке. Можно сказать, уже опытный железнодорожник. Голец попал под прессинг со стороны игрока локомотива. Но все-таки вратарь спарты мяч вынес. Много борьбы. Рыбчинский режет угол. На его пути мощный защитник. Адам Габриэль. И в конце концов фолл в атаке фиксирует рефери. Да, с помощью рук. Здесь он придержал четвертого номера пражской спарты. А тот, в свою очередь, хорошо, надежно закрыл фланг. Встал на пути железнодорожника. Умело мяч корпусом прикрыл. И заставил россиянина нарушить правила. Пять с половиной минут позади. Пока 0-0. Ну, здесь несколько не хватает взаимопонимания. Рыбусу с партнером. С Тином Едваем. И просто-напросто подарили мяч сейчас футболистам Спарта, игроки локомотива. Едва и Пабло играют в центре обороны локомотива. Как я понимаю, фланги закрывают Рыбус и Нинахов. В центре поля Баринов и Бабкин. На одном фланге Рыбчинский. На другом Жамаледдинов. И два нападающих. Ян Кухта и Вилсон Изидор. А это Пабло на ваших экранах. Центральный защитник локомотива Бразилец. Спарта проникает с мячом в штрафную площадь. И удар на исполнение щекой с левой ноги. Но уже, как я понимаю, после свистка. Вновь единоборстве достается четверке пражской команды Адаму Габриэль. А тут у нас нарушение. И 11-метровый удар. Вот почему прозвучал свисток. Как раз выходит так, что после падения Адама Габриэля судья увидел фолл со стороны москвичей. И вот важный момент. Пенальти собирается исполнить Давид Ханко. Против него Данил Худяков. Галкипера локомотива с левой ноги бьет чешский футболист. Бьет и не забивает. Мяч, как я понимаю, от штанги ушел за пределы поля. Прощает железнодорожников в этом игровом эпизоде Ханко. Да. С левой исполнял. Но не попал в ворота. 0-0. Чуть не изменился. Но повнимательнее, поаккуратнее надо защищаться железнодорожником. Все-таки вот уже в дебюте привезли пенальти в собственные ворота. И в ряде эпизодов это буквально бросалось в глаза. Несколько не хватало взаимопонимания. При обороне именно собственных ворот защитником Лока. Такой неплохой игровой отрезок сейчас выдают футболисты Спарты. И могли забить, если бы Дэвид Ханко поответственнее подошел бы к пробитию 11-метрового удара. Но мы на него не в обиде. Даже наоборот. Спасибо Дэвид Ханко, что он не поразил ворота российской команды. Данил Худяков ввел мяч в игру. Сыграл через ближнего, через партнера, который расположился правее от него. Длинный пас. Пока железнодорожники за мяч никак не могут зацепиться. Павло Худяков. Мяч у нас уходит направо. И вот попытка выйти на чужую половину с мячом, используя минимальное количество передач, вновь не приводит Локомотив к тому, что задумывалось. Такие большие ребята-то, вот новички Локомотива, я имею в виду нападающих, Кукту и Зидора. Борьбы не боятся. И не только им достается, но и от них тоже прилетает соперникам, как только что. Хороший перевод и очень активный в эти первые минуты. Адам Габриэль готов прорваться, но его Рыбчинский останавливает. Да и Рыбус там страховал хорошо. Да, это один из представителей тренерского штаба Спарты. Ну и хочу отметить, что Павел Рыбаб, 58-летний специалист, работал со многими командами, с Лудогорцем, с Викторией Брсень, с Анжи. Об этом я уже вспоминал. Вот он на ваш экран, как раз главный тренер Спарты. А это уже главный тренер Локомотива, Маркус Гиздаль. Рыбчинский от Кукты получает мяч, тут же возвращает нападающему. Прострел, борьба в районе ближней штанги. Выскакивал на этот прострел Инзидо. Пабло. Не спешит бразилец расставаться с мячом. Играет через своего партнера по центру обороны. На едва этот Худякову в этой комбинации задействует. Вновь мячом Пабло. Пабло опытный игрок. Ему 30 лет. На родине защищал цвета клуба «Каринтианс». Поиграл по-французским «Бордо». Да. Жестковато в этом игровом эпизоде на бровочке действовал Габриэль. Здесь вратарь. Сыграл в подыгрыше. Очень спокойно и надежно. Доминик Голец. Вновь он с мячом. Поднимает голову, оценивает ситуацию. И потом делает такую хорошую плосированную передачу. Точно в ноги партнеру. И он сыграл технично. А вот перевод не получился качественным. И можно сейчас попытаться быстро подойти к штрафной площади соперника. Что демонстрируют. И как здорово демонстрируют футболисты «Локомотива». Отличная передача справа. Вот сюда к линии штрафной. И моментально сориентировался. Забивающий уже свой второй гол на этих сборах. За «Локомотив» новичок команды. Девятый номер Ян Кухта. Перешедший из пражской слави. А мы знаем, что для «Спарты» славя. Для «Слави» и «Спарты» самые принципиальные противники и оппоненты. Ну классно, классно. Поймал этот мяч. Пошел на него. Вовремя открылся. И прям прилетает на левую ногу. В касание, в цель. Великолепное исполнение. Здорово. И тот, кто передачу отдавал. И тот, кто поразил ворота. Сыграли на самом высоком уровне. «Локомотив» выходит вперед. На 12-й минуте. «Локомотив» пытается прессинговать соперника. Габриэль. Сергей Бабкин преследует соперника. Но не успевает за ним. Так же, как и «Рыбус» не успевает за своим игроком. И опасный момент. Быстрый, молниеносный ответ на пропущенный гол. Вот с помощью этой фланговой атаки явно претендовали на то, чтобы быстро сравнять счет футболисты прасской команды. Но не сумел, не сумел забить Яков Пешек. Тем не менее, угловой. Ян Кухта. Два матча, два гола. Здорово. Хорошо начинает в «Локомотиве». Но не будем знать, что это пока только контрольные игры. Он пока только адаптируется к новым условиям, к новым партнерам. Но было бы здорово, если бы он так же дерзко начал свое выступление уже в официальных матчах за «Локомотив» в российской премьер-лиге. Но начало многообещающее. Серия ошибок. Как с одной стороны, так и с другой. И тут же пас вперед. На двух нападающих побежал и Ян Кухта, и Вилсон Изидор. Но их опередил грамотно сыгравший, внимательно сыгравший Доминик Голец. Если вспоминать первый гол Яна Кухты, когда он забивал клубы «Яблонец», то там, безусловно, чудовищную ошибку допустил защитник. Но нападающему надо было заставить ошибиться соперника, что и удалось сделать Чеху. А потом уже он воспользовался подарком. Приходится много играть за пределами штрафной площади галкиперу «Спарта» Доминику Голецу. Борьба в центре поля. Бабкин под катей самоотверженно сыграл железнодорожник Рыбчинский. И все-таки судья усмотрел, видимо, нарушение. Нет, нарушение было не со стороны боровшегося за мяч Сергея Бабкина. В положении и вне игры оказался Дмитрий Рыбчинский. Вот мотив атакует. Тут одной передачей же Малединов задумал вскрыть всю оборону соперника. Делал такой разрезающий пас в надежде, что быстрый Изидор сумеет освободиться от опекуна и выйти на ударную позицию. Но случился перехват. Кстати, по-моему, именно же Малединов стал автором голевой передачи, если не ошибаюсь. Пас восхитительный. Как хладнокровно использовал свой момент с олимпийским спокойствием Ян Кукта. Мяч в центре. Рыбус в центр, в борьбу. Может быть, и не очень хорошую передачу сделал поляк на своего капитана. Но отработал этот эпизод и отрабатывает до конца. Прострял, рикошеп. И чуть автогол у нас сейчас не случился. А мяч все-таки вышел за пределы поля. Не будет корнера. Так несколько рисковал в этом игровом эпизоде, прерывая передачу Рыбуса Филипп Панак. 27-й номер. 16,5 минут сыграно. Такой у нас получается достаточно событийный матч в первом тайме. Низко хороших атак провела Спарта. Даже пенальти эта команда заработала. Но пенальти не сумел реализовать Дэвид Ханко. Он промахнулся. А затем уже Локомотив стал отвечать. И забил гол на 12-й минуте. Спарта в атаке, где голкипер должен выйти и забрать мяч. Предельно внимателен Данил Худяков. И катит мяч в направлении Тины Е2. Напомню, что Локомотив первую часть сезона в российской премьер-лиге закончил на 6-й позиции. 28 очков. 7 побед. 7 ничьих, 4 поражения. 24 мяча забито. 19 пропущено. От лидирующего Зенита Локомотив очень серьезно отстает. Аж на 10 очков. Но всего на 3 от Сочи. А Сочи замыкает первую тройку. Поэтому Локомотив, конечно же, будет бороться за самые высокие места после того, как сезон возобновится в российской премьер-лиге. Меньше Локомотива пропустили только ЦСКА, Краснодар, Крылья и Урал. И это при том, что во многих встречах ворота Локомотива защищал совсем юных. Да, талантливый, но юный, без опыта. 17-летний вратарь. Больше Локомотива в чемпионате забили 5 клубов. Это Зенит, Динамо, Сочи, Краснодар и Ростов. Много ничьих у железнодорожников. 7 больше только у подмосковного футбольного клуба «Химки». Ни одной крупной победы у Локомотива за 18 туров в чемпионате. Но при этом ни одного крупного поражения. В четырех встречах Локомотив сыграл на ноль. Не сумел забить в трех встречах. Ну и нельзя сказать, что Локомотив – это верховая команда или предпочитающая играть с малым количеством голов. Девять верховых и девять низовых результатов в первой части сезона. Локомотив в обороне. Затем вынос. Здесь пытается за мяч зацепиться. И ему это удается. Вообще, через скидка пошла в направлении партнера. Становился на Изидора. Но мяч выкатывается за пределы поля. Кому он достанется? Кто его коснулся последним? Все-таки игрок «Спарта». Локомотив по среднему возрасту, скажем так, молодеет. В данный момент средний возраст футбольного клуба «Локомотив» – 24 года. Изидор не усмотрел нарушения правил против него рефери. Зато заметил, что девятнадцатый номер «Локомотива» заплел ноги сопернику. Фол. Дмитрий Рыбчинский не по своей воле упал на газон. Три новичка у «Локомотива». Двух мы видим сейчас на поле. Это Ян Кухта, перешедший из «Славии» и Изидор, перешедший из «Монако». Ну и также еще есть в запасе и уже сыгравший в основе в прошлой игре против «Яблонец». Защитник Марк Мампаси. Молодой, 18-летний, центральный защитник, воспитанник донецкого «Шахтера». Мать у него украинка, отец конголезец. С хорошими данными, с неплохой выучкой и, я думаю, с большими перспективами, учитывая его возраст и учитывая то, что за него достаточно серьезную сумму выложил «Локомотив». То, что касается покинувших «Локомотив» игроков. Ну, Федор Асмолова я вспоминал, он, скажем так, вернулся в «Динамо». И команду еще покинули Мурилов, Зелуиш и Лисакович. Последний отправился к Леониду Слуцкому, в «Казанский рубин». Середина первого тайма. Ни одна из команд не владеет каким-то подавляющим преимуществом. Достаточно равный футбол в первые 22 минуты. Но все-таки с мячом побольше «Железнодорожники». Я думаю, процент владения мячом выше у зелено-красных. Крупным планом Пабло. А это уже мы видим Максима Нинахова. Он располагается справа в обороне. Нинахову 23 года. Выступал он в свое время за «Зоркий» Красногорск. Потом оказался в Академии столичного «Динамо». Ну и успел побывать в Тюмени, в Скахабаровске. Выступал в «Ротаре» и в «Ахмате». Сейчас пытается завоевать себе место в основном в составе «Железнодорожников». Как раз он и за боковой мяч ввел в игру. Здесь завязалась борьба. И угловой. Локомотив. Продолжает свою атаку. Мяч вышел за пределы поля от Анджея Челюсткина. Мощный такой фактурный защитник. И достаточно известный игрок сборной Чехии. 33-й год ему. Выступал за «Славию». Поиграл в зарубежных клубах. В турецких, в Транзаспоре, например. Надо повторить. Еще один угловой. Ну и возвращаясь к третьему номеру «Спарты». Он поиграл в английском Сандерленде. В Германии выступал за клуб «Нюрнберг». Еще раз повторяю, очень опытный игрок и квалифицированный. А здесь борьба. И от Владислава Крейча. Мяч ушел за пределы поля. Вновь Рыбчинский. Вновь с правой ноги. На ближний угол площади ворот. Здесь вынос. В контратаку пытались убежать. Сейчас. Прожане. Но очень здорово было сыграно в подкате. Нинахов. Бабкин должен страховать. Он страхует. Но ценой нарушения правил останавливает соперника. И желтую заслуженно получает. Сергей страховал чуть-чуть задержавшегося Нинахова. И ценой фола, ценой желтой карточки остановил эту очень перспективную атаку чешской команды. Сергей Бабкин. На ваших экранах. 75 номер. 21... Нет, прошу прощения. 19 лет этому футболисту. В локомотиве с 19-го года был Ванжи. И уже, несмотря на юный возраст, провел 7 игр в российской премьер-лиге. Так, рефери отодвигает стенку локомотива на положенные 9 метров. И что? Подача или удар? Какое решение выберут? Подбористы Спарты. Подача. Здесь борьба. Подбор за Изидором. Он вперед. Пора бы уже мяч положить на газон пришел с железнодорожником. Очень много. Он вверху находится. Баринов, Изидор, Рыбчинский. Хорошее взаимодействие. Есть поддержка. Сергей Бабкин. Чуть-чуть назад Рыбуса. Подключает. Так. Рыбчинский. Подхватил мяч штрафной. Но вот здесь поточнее бы сыграть. Наяна Кукту делал передачу Дмитрий. Рыбус. Здесь Бабкин подсказывают от Бровки, что пора бы уже и поменять акцент атаки. Перевести мяч на противоположный фланг. Что и делают железнодорожники. Бабкин отыграл на Пабло. Пабло на едва. И вот такой вот момент. Но здесь положение вне игры. Оффсайт. Поднят флаг ассистента. Вот этого сеньора. Ну, по этому повтору трудно сказать. Действительно, был офсайт. У меня некоторые сомнения возникли по позиции четвертого номера, который был как бы ближе к камерам. Я имею в виду четвертого номера Адама Габриэля. Ну, как говорится, доверимся судейскому Голозомеру. Хороший проход мог получиться, если бы не Пабло. Пабло встретил соперника. Да еще и мяч отвоевал. Рыбус. Один из ветеранов нынешнего локомотива. Очень опытный игрок. Игрок сборной Польши. А сборная Польши соперник в стыках нашей национальной сборной. 33-й год идет Мацуе Рыбусу. С 2017 года он защищает цвета. Футбольного клуба Локомотив. Легия Терек. Именно Терек, а не Ахмат. Он играл в Тереке в Грозницком. А оттуда уже пошел на повышение. И отправился в московский клуб. Не успевает Кухта к мячу. Но и передача его партнера Вилсона Изидора была не из разряда классных и лучших. Не такая передача, как, например, которую исполнил и сделал эту передачу голевой. Рифаджи Маледдинов. Кудяков. Идвай. Может быть и пораньше надо было отмечать или избавляться. Но, правда, против него нарушение правил позволил себе нападающий Спарты. Идвай, воспитанник Загребского «Динамо». Имеет опыт выступления в «Бундеслиге» за «Байер». Имеет опыт выступления и за сборную своей страны, за сборную Хорватии. Маледдинов хороший пас. И момент. Ну, надо, надо, надо закатывать мяч в ворота, что и удается сделать. В какой-то миг показалось, что все, вратарь выручает. Вратарь этот мяч заберет. Но нет. Еще один гол Яна Кухты. Но он прям превращается на этом первом сборе в какую-то голевую машину. Вторая игра и третий мяч Яна Кухты. И опять мы отмечаем, как классно мяч покатил вперед на своего форварда Жамаледдинов. Ну, здесь вратарь сыграл не лучшим образом, это очевидно. Но это проблемы вратаря Спарты. А Кухта беспощаден. Дал он недавно интервью официальному сайту «Локомотива». Много чего интересного рассказал. И все мы узнали о том, что у него есть ферма, где он разводит кур. Такое вот у него хобби. 2-0. Все здорово складывается в первом тайме для «Локомотива» в матче против «Спарты». Автор дубля Ян Кухты. Пабло. Рыбус рядом. Получает мяч поляк. Пабло. Пабло. Для чешской команды. Это уже третья игра. Вот смотрите, какой эпизод. Зидор идет вперед. Может быть, и его первый гол мы увидим. Могли увидеть. Но пробил он не сильно. И его замысел разгладал в этом моменте Доминик Голец. Поднял голову. Щекой покатил. В дальний угол. С правой ноги бил. Но как-то не успел замаскировать свои действия. И без особых проблем. Мяч намертво поймал Доминик Голец. Но есть определенные проблемы в обороне чешской команды. Вот возникают проблемы, когда удаются вот эти разрезающие передачи за спину. И туда всегда бегут. И это здорово. И Вилсон Изидор, и Ян Кухта. Возникают моменты. Именно в подобных ситуациях мы увидели с вами. Голы в первом тайме. 13-я, я говорил 12-я минута, все-таки 13-я минута стала Голевой в этой встрече. И 28-я. Ребус. Не растерялся в этом эпизоде Сергей Бабкин. Хотя такой паста был в борьбу, что называется. И перед собственной штрафной Ребус мог поставить в трудное положение Сергея Бабкина. Но 19-летний центральный полузащитник железнодорожников сыграл очень уверенно. Нинахов скинул мяч головой своему уголкиперу, Даниле Худюкову. Вот Нинахов. Скоро перерыв. И вполне вероятно, что в тайме втором мы увидим много новых игроков. Еще раз хочу напомнить, что когда Локомотив играл первую свою контрольную встречу против Яблонец, на второй тайм вышел абсолютно другой состав у железнодорожников. Тогда после первого тайма Локомотив выигрывал 1-0, но в итоге сыграл ничью 1-1. С каким счетом Локомотив сегодня уйдет на перерыв? Каков будет результат этой встречи? Узнаем с вами относительно скоро. Я уже в самом начале репортажа отметил, что «Спарта» – это самый титулованный клуб своей страны. Чехии. Сейчас «Спарта» в чемпионате занимает третье место. 45 очков у «Пражан» набрано. Лидирует «Славя» – 48, и «Виктория Бзень» – вторая – 47. Ну, «Спарта» рядышком. Борьба за чемпионский титул как раз разворачивается между этими тремя клубами. «Спарта» играет результативно в чемпионате. 46 мячей. Больше забила только «Славя». Ну, а меньше пропустила только «Славя» и «Виктория». То есть по показателям, по цифрам, по очкам, по голам и так далее – все в порядке. У «Спарта» она в чемпионской гонке. Ну вот, в отличие от «Локомотива», «Спарта» в своем национальном первенстве успела уже одержать 4 крупные победы. Одно крупное поражение было, и проиграли клубу «Славяцкого» в гостях. Поража не 0-4. Всего на 0-7 игр. И преобладают верховые результаты. 12 против низовых 7. Кстати, возраст средней «Спарты» не намного выше, чем «Локомотива». А тем временем, следорожки провели еще одну симпатичную атаку. Вступили в прессинг и заставили ошибиться восьмого номера капитана «Спарты» Давиду Павелку. Но в третий раз не получилось приговорить соперника. 2-0 по-прежнему. Так вот, средний возраст «Спарты» 24,5 года. У «Локомотива» 24. 12 раз становился чемпионом Чехии Пражский клуб. 21 раз был чемпионом Чехословакии. 128 лет пражской «Спарты» как клубу. Вот, правда, последнее чемпионство давненько было добыто. В 2014 году. Кубок. 15 раз брала эта команда. Это рекорд. Ну, естественно, «Спарта» много раз принимала участие в Лиге чемпионов. Нарушение на дальней бровке позволил себе в этом игровом эпизоде Ян Кухта. Не совсем, судя по взгляду, по реакции. Он согласен с судейским решением. Борьба плечо в плечо не запрещена в футболе. Но все-таки ассистент поднимает флаг. Считаю, что переусердствовал Чех и толкнул соперника. Берет паузу. Доминик Голец. Вот только сейчас с правой ноги посылает мяч на половину поля локомотива. Где вратарь локомотива? Он там, где нужно. Выходит своевременно с голосом Гнил Худяков. И опережает соперника. Кстати, совсем недавно, 18 лет, исполнилось Худякову. Случилось это 9 января. Является воспитанником клуба и племянником экс-руководителя футбольного клуба Тамбов. Уже 6 игр у него за плечами в российской премьер-лиге. Может получиться хорошая фланговая атака у пражан. Навес, удар поворотом. Несильный. Все под контролем. У Худякова он этот мяч забрал без особых проблем. Неплохо выглядит на правом фланге. Покрывает практически всю бровку. В первом тайме четвертый номер пражской команды. Адам Габриэль. Своей активностью выделяется на фоне остальных партнеров. Молодой игрок. Адам, 20 лет. Воспитанник Спарты. А вот может получиться опасный момент. И мы видим этот опасный момент. Правда, он не стал голевым. До конца поборолся за мяч в штрафной. И то ли пробил, то ли прострелил. Изидор создал напряжение. Но вратарь успел выставить руку в падение. А затем уже разрядил обстановку. Выбил мяч и штрафной. Адам Габриэль. Снимай! Кто быстрее? Рыбовс быстрее. Только вот в игре не оставил мяч поляк. И Спарта в атаке. Павло. Встретил соперника. Сыграл хладнокровно. Рыбчинский. Его прессингует Давид Павелко. Именно у него сегодня капитанская повязка. Ну, вообще-то капитанец партии опытнейший дочкал. Но сегодня он не вышел с первых минут. Может быть, выйдет во втором тайме. Павелко. Пошире. Здорово. Видит партнера. Это Юка Пешек. На вес. Едва и выносит мяч. Вновь Пешек. Габриэль рядышком. Но пора бы уже от мяча избавиться. Сыграть попроще через партнера. Что-то стал мудрить. Долго принимал решение. Завозился. И в результате сейчас Спарта на контратаку. Локомотива нарывается. Зидор бьет поворотом. Ближний угол. Не сильно на месте Доминик Голец. Ну, честно скажу, мне нравится по движению Вилсон Изидор. Стоячий футбол не для него. Все время совершает рывки. Все время предлагается под пас партнеры. Создает проблемы обороны соперника. Как вот в этом игровом эпизоде. Не просто было Андржею Челюстке. Противостоять новичку. Железнодорожников. Дмитрий Баринов. Капитан. Столичного клуба. 25 лет. Воспитанник подмосковного футбола. Баринов. У него в чемпионате. Больше всех игровых минут. Среди игроков Локомотива. Ну, и больше всех желтых карточек. Он насобирал. 8 желтых. И было у него еще 2 удаления через желтые карточки. У Рыбуса 6 желтых карточек. У Е2 5 желтых карточек. Локомотив в обороне. Спарта атакует. Аут. И, как я понимаю, мяч переходит к железнодорожникам. Пять минут до окончания первого тайма. Остановок у нас практически не было. К счастью, никто не получал травм. Не было необходимости выходить медицинскому персоналу на поле. Поэтому, я думаю, что буквально через 4,5 минуты прозвучит свисток рефери. И команды уйдут на отдых. Рыбус на вратаря. Данил Худяков. Е2. Где Нинахов? Нинахов тут же. Правильно. Он открывается, а не закрывается. Но мяч не сохранил на дальней бровке для своей команды Максим. Неплохо. Габриэль. А вот тут уже он сыграл. Неважно. Это желтая карточка. Это нарушение и желтая карточка. Все правильно. Здорово стартует. Классно бежит. Я понимаю, что все игроки Локомотива сейчас под нагрузками. Но у Изидора... Такое впечатление. Ноги свежие и свежие. Панак получает желтую карточку. За то, что он сфалил. И сорвал опасную, резкую, быструю контратаку Локомотива. По желтым карточкам у нас счет сравнялся. Сергей Бабкин получил на 24 минуте. И вот только что схлопотал желтую Филипп Панак. Нарушение. Для Локомотива важны вот эти последние три минуты провести надежно, спокойно. Не позволит сопернику сократить отставание. Понятно, что это контрольная игра. И здесь к результату не такое внимание, как в официальном матче. Но все равно всем всегда хочется побеждать. Любому футболисту, любому спортсмену. Это присуще. Без этого просто никак нельзя. Да и хотелось бы наверняка железнодорожникам закончить красиво свой первый сбор. Победить достаточно серьезного соперника. Доминик Гойльц выбивает мяч за боковую. Понятно, он делал передачу на партнера. Не срослось. Перехват. Едва низко рискованно так выскакивал на соперника. Мог попасться на встречном движении, но успевает, успевает, отрабатывает. И все-таки закрыл свою центральную зону. Но вот выкидывался он на соперника. Несколько авантюрно, на мой взгляд. Но именно едва и выбил мяч за пределы поля. И, возможно, это последний шанс угрожать реально воротам соперника пражской «Спарты». Попытка после очередного углового наконец-таки забить. Яков Пешек у мяча. 28 лет. Опыт выступления за сборную Чихи у него есть. Навес, борьба. И фолл в атаке фиксирует рефери. Пешек – воспитанник «Спарты». Играл за Слован и за клуб чешский «Будывоица». Вот именно Пешек выполнен угловой. Но здесь против Пабло был фолл. Судья в хорошей позиции. Все видел. Своевременно среагировал. Автор дубля в первом тайме Чех Ян Кухта поражает. Он на постоянной основе на этом сборе ворота чешских клубов забил в игре против «Яблонец». И вот два мяча отгрузил пражской «Спарте». В первые 45 минут Ян Кухтен на 13-й. И в 29-й минутах отличился 9-й номер московского «Локомотива». Мне кажется, там прихватывал руками Павелка Бабкина. Бабкин устоял на ногах, что я не стал реагировать. Навес. Борьба. Надо встретить. Не дать развернуться. Не дать пробить. Здорово. Здорово сыграно. И можно попытаться убежать в контратаку. Но не хватило силенок уже на рывок у Жамалединова. И в этот момент звучит свисток на перерыв. Первый тайм матча, который проходит в Марбелии. Контрольная игра между «Локомотивом» и «Правской Спартой». 2-0. Впереди «Железнодорожники». И вот этот состав, который начинал встречу, я думаю, в хорошем настроении. Покидает поле. Наверняка в тайме втором будут новые лица. Посмотрим, как будут играть в дальнейшем эти команды. Но за первый тайм железнодорожникам ставим хорошую оценку. Они ее заслужили. Перерыв. 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 Спасибо. 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 Бля, хороший квадратик. Там мячи есть. Это мячи на льду. Вы туда идете все равно? Я сейчас здесь тоже. А там куда кинут? Ну, сюда вот так. Нет, вот на ду. А вы с диване отдавайте. Понимаешь? Спасибо. 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 И вам надо... Давайте, мы все вместе. Там... Мы если сюда чуть-чуть... Грустенький был. Вперед! Впереди я потом. Вперед. Впереди там потом, потом вхожу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Дважды забил и в первой контрольной встрече. Отличную результативность новичок демонстрирует. Напомню, что «Локомотив» счет открыл на 13-й минуте. На 29-й минуте случился гол второй. И очень хорошее взаимодействие Кухта демонстрирует с Жемлединовым. Под его передачей он дважды классно открывался и свои моменты использовал. Также хочу отметить, что могли в дебюте игры, а точнее на 8-й минуте, вырваться по счету вперед футболисты чешской команды. Они заработали 11-метровый удар, но Дэвид Ханко не сумел забить. Он попал в штангу и от штанги мяч уже вышел за пределы поля. «Локомотив» поинтереснее смотрелся, поострее команда играла. Изидор оставил неплохое впечатление по первым 45 минутам. Много открывался, предлагался, все время был в игре, практически не брал пауз. И определенное взаимодействие уже пытается наладить с Яном Кухты, со своим новым партнером. Это два новичка «Локомотива». И сейчас будет много замен, будем разбираться, кто вышел на тайм второй, кто уже эту игру закончил. Доминик Голец, вратарь пражской команды, он остается в игре. Но я вижу, что вот под седьмым номером у «Локомотива» выходит на тайм второй «Керк». Против «Яблонеца» он играл с первых минут. На поле остался Изидор. Вот он на ваших экранах. А это рефери. Ну и ждем, ждем сигнала об изобновлении матча. Пора бы уже. Все на поле, все готовы. Свеженькие рвутся, что называется, в бой. Хотят проявлять себя. Это последняя игра на первом зарубежном сборе для команды Маркуса Гизделя, тренера «Локомотива». Да, для «Локомотива» это второй контрольный матч. То, что касается «Спарты», эта команда играла с клубом «Хрудин», чешский клуб. И 5-0. Выиграла, выиграла. Затем «Спарта» у «Ростова» 2-0. Сейчас проигрывает «Локомотиву» по итогам первого тайма 0-2. Баринов остался на поле. Мы видим, что и Сергей Бабкин также работает в опорной зоне. И я не вижу Кухту. Видимо, ему уже дана передышка. Вот такой вот момент. Может быть, и было нарушение правил, но с мячом-то футболиста правской команды. Удар по воротам. Хорошая комбинация. Действительно опасный момент. И вот вышел под 10-м номером один из лучших игроков нынешней «Спарты». Капитан команды «Дочкал» мог забить, мог поразить в ворота. Но на месте Даниил Худяков. Против «Керкова» вот так в подкате. Удачно было сыграно. Отмечаем игру Лукаша Хараслина. Борьба недалеко от центрального круга. И опять какую передачу выдает. Ну здорово, здорово играет. 17-й номер «Железнодорожников» классно поощряет своими передачами партнеров. Константин Марадешвили под пятым номером вышел. Он в игре. Баринов подсказывает. «Дочкал». Затем перевод мяча на противоположный фланг. Активно начинают тайм второй. Проражание. Не хотят они проигрывать. Хотят забить. Как можно быстрее по-настоящему вернуться в игру. Придевать на то, чтобы не проиграть в этом матче. Баринов хорош в своей штрафной. Керк. Изидор. Керк получает мяч на своем правом фланге. Пошло забегание от свеженького Константина Марадешвили. Он навешивает. Но к его подаче оказались готовы центральные защитники «Спарта». Здесь Баринов подкатим. Доминик Голец. Через ближнего играет. Но то же касается 10-го номера про Жан Капитана команды «Дочкала». Ему уже 34-й год идет. Он воспитанник слави, игрок сборной Чехии. Играл в Турции, в Норвегии, в Китае и даже в МЛС. Защищал цвета Киладельфии. Самый опытный в составе своей команды. «Спарту» возглавляет Павел Враба. За результаты «Локомотива» отвечает немец Маркус Гизде. «Локомотив» в атаке. Мардишвили поддерживает атаку через правый фланг. Экс-армеец оглядывается по сторонам. Взглядом ищет партнеров. И находит Джамиль Эдинова. А вот здесь не хватает взаимопонимания. Керк даже не попытался рвануться вот в свободную зону. Не понял замысел своего товарища по команде. Чемпионат. Чехия стартует пораньше. Возобновляет свою жизнедеятельность, нежели российская премьер-лига. Поэтому я думаю, что форма-то «Спарта» должна быть даже получше, чем у «Локомотива». А мы видим, по итогам первого тайма, что «Локомотив» против такой «Спарты» предпочтительней смотрелся. Да, уже 5 февраля играть официальный матч «Спартия». Потом 13-го, 19-го. А с лидером, своим главным соперником со славией 5 марта. «Локомотив» сразу же после перерыва. Ближе уже к концу февраля, точнее 27-го числа. Поедет на выезд в Краснодар. Потом домашняя игра с «Химками». И 12-го марта встреча с «ЦСКА». Да, будет еще кубковая игра. Запланирована она на 1-е марта играть «Локомотив» с «Енисеем». Не дотянулся до мяча в этом эпизоде «Зидор». И уже «Спарта» пытается начать свою атаку. Ну, высоко встречают и даже прессингуют соперника. Зелено-красный. В прошлом сезоне «Спарта» заняла второе место в чемпионате. От славии отстала прилично аж на 12 очков. В Лиге Европы выступала в этом сезоне. Заняла третье место в группе, где были «Леон», «Глаз Грэджис» и «Бронбю». И в результате вот этого третьего места «Спарта» перебралась в Лигу конференции, где скоро играть с «Партизаном». Ну, а как играл «Локомотив»? «Локомотив» играл, к сожалению, в Лиге Европы неудачно. И не сумел выйти из группы. Взяли под контроль мяч футболисты чешской команды и комбинируют. Но пока на дальних подступах к воротам «Локомотива». На поле у чехов появился Владислав Крейчи. 29 лет ему. Выпустник Академии клуба. Давно в команде с 2010 года, но отлучался в Италию. Играл за «Болонью». Хороший перехват. Здесь нарушение правил. Так называемый тактический фоум. С помощью рук игрока «Локомотива» на газон Владислав Крейчи уложил Бабкин. Да, у нас еще и появился Мампаси. Я его уже представлял в первом тайме. В первой игре он вышел в стартовом составе. Сегодня он вышел на замену. Еще раз хочу отметить молодой перспективный центральный защитник. Воспитанник донецкого шахтера, поигравший какое-то время в Мариуполе. Мама украинка. Папа конголезец. Керк нарушает правила. На газоне 22 номер у Лукаш Хараслин. Он забил свой гол в ворота Ростова несколько дней назад в контрольном матче. И у Лукаш Хараслин были отношения с итальянскими клубами. Он, по-моему, даже и принадлежит Сосуалу. Он арендован у этой итальянской команды. Игрок сборной Словакии. Так, момент мог возникнуть. Но спокойно, чуть-чуть выдвинувшись вперед, к мячу сыграл вратарь железнодорожников. Хороший вот мяч об игру. Отличный. Зацепились. И довести бы еще дело до удара. Поворот он доводит. Хороший момент. Да, немножко высоковато. Но все равно есть завершение. И удар получился достаточно опасным. Это Максим Петров. 73 номер. 21-летний полузащитник. Локомотива. Уроженец Балашики. Свой в казанке поиграл. В прошлой игре выходил в стартовом составе. Здесь нарушил правила Бабкин. В первом тайме он получил желтую карточку. Также был желтой карточкой в первом тайме наказан Филипп Анак. Игрок Спарт. Да, на второй тайм у нас вышли в составе локомотива Мампаси. Марадишвили, Петров, Керк и Тикнизян. Еще один экс-армеец. Наир родился в Санкт-Петербурге. Начинал свои первые шаги в футболе делать в Питере. Ну, а затем уже отправился в Москву. И в результате выпускался из Академии ЦСКА. Игрок молодежной сборной России. У Тикнизяна 71 номер на футболке. А сейчас Керк приближается и входит в штрафную. Приближается к воротам. Опасная ситуация. Ух, если бы чуть поточнее. Там на самом плотке он буквально ушел от соперника. Сохранил мяч в игре. Не выпустил его за линию. Баринов точно сыграл. А вот в дальнейшем позволил себе ошибиться Константин Марадишвили. Еще один игрок молодежной сборной нашей страны. Еще один воспитанник ЦСКА в составе Локомотива. У Локомотива и Спарта есть, пусть небольшой, но опыт личных встреч. Здесь вот ошибка. Давайте посмотрим за эту атаку. Втроем, втроем идут на трех защит. Их даже нет. Тут уже численное преимущество у Железнодорожников. Удар поворотом в домик. Мяч по вратарю пролетел, но не оказался в сетке. Все-таки это сейв. И Зидор хотел в первом же своем матче за новую команду порадовать себя и коллектив голом. Но не прошил. Хотя и был близок к этому вратаря своим ударом. Я думаю, в ближайшей паузе наши коллеги испанские обязательно покажут этот момент. Он заслуживает того, чтобы его посмаковать. Здесь судья не фиксирует нарушение. Затем мяч штрафной. Изидор. Угол острый, но он с левой хлестко бьет. Выручает чешскую команду Доминик Голец. Баринов нарушил правила. Затем не дал спокойно ввести мяч в игру. Игрокам чешской команды. И вот профилактическая беседа. Так, грозно посмотрел на капитана локомотива Рейфеля. Дал ему понять, что не надо так себя вести. Мяч в центре. Тут же уходит он на левый фланг. И готов атаку поддержать Хараслин. Радишвили его встречает. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Как же встретил. Какой был чудовищный звук. И крик игрока, получившего травму. Это Баринов. Не убрал ногу. Игровой эпизод. Но я не думаю, что он хотел соперника умышленно здесь покалечить. Убить. Игровой стык. Извиняется капитан локомотива. Извиняется. Он получает карточку. Все это принимает как должное. Но главное, чтобы только тут обошлось без серьезной травмы. Ой-ой-ой. Да, да, да. Встретил. И грязновато сыграл в этом эпизоде железнодорожник против 22 номера Лукаша Хараслина. Понимает Баринов, что не прав. Но, как говорится, уже назад не отмотаешь этот эпизод. Пока игрок чешской команды не может подняться. Ему оказывается помощь. В первом тайме у нас не было таких пауз. Не было необходимости появляться на футбольном поле медперсоналу команд. Поэтому, когда 45 минут из стеклей, арбитр тут же дал свисток на перерыв. Ну, а ко второму тайму обязательно будут добавлены какие-то минуты. Ну, главное, если это просто столкновение, и там будет сильный ушиб, гематома, ну, ничего страшного. Это не смертельно. А вот, если какой-то перелом или трещина, ну... Понятно, что не симулирует на 22 номер чешской команды. Но, думаю, все. Слава Богу. Наверное, лучше его заменить. Как говорится, береженого Бог бережет. Но раз встал, значит, там ничего, как говорится, не оторвалось, не отлетело. Просто ушиб. Больно. Ну, а теперь Спарта будет угрожать воротам Кудякова с помощью стандарта, с помощью штрафного. У мяча Владислав Крэчий. Девятый номер. Да, и замена. Так, внимание. Момент, удар и гол. Гол, будет ли он засчитан? Да, судья показывает на центр поля, положения вне игры нет. Автором голевой передачи становится высший на второй тайм на замену Дочкал. И кто же там мяч переправил в ворота, как я понимаю, Владислав Крэч. Два-один. Ну, как-то уж больно легко дали забить. Сейчас железнодорожники стояли, смотрели друг на друга. Подача. И просто там с четырех метров подставляют ногу, переправляют мяч. Цель игрок чешской команды. Два-один. Ну, сохраняется интрига в этом матче. Спарта сократила отставание в счете от локомотива. Мардишвили. Марк Помпаси сыграл на партнера. Затем хороший перевод. Керк. Мардишвили готов забегать. Керк берет паузу и играет не точно. Да, для Харслина эта встреча завершилась. Он прихрамывает. Получил он повреждение в стыке с капитаном локомотива. Ой-ой-ой-ой. Уже там по своим воротам. Вон, он же чуть ли не бит. Бразилец Кастро Пабло. Начинал локомотив эту игру с пары центральных защитников едва и Пабло. Теперь Пабло работает с молодым Марком Помпаси. Спарта в атаке. Удар. Плотный удар из предела штрафной. Пабло обращается к партнерам. Говорит, ребята собрались. Надо играть. При стандартах соперника поуверенней, послаженней. Если не внесем сейчас коррективы необходимые в игру при обороне своих ворот, получим гол. Еще один. Пока выходит так, что и в первом, и во втором контрольном матче локомотив забивает в первом тайме, а во втором пропускает. Спарта перехватила инициативу. Так, чтобы долго, много, мощно атаковали пражане, в первые 45 минут мы не видели. Фрагментарно что-то там вспыхивало впереди, но локомотив контролировал ход встречи. Сейчас подобного не скажешь. Вот эти многочисленные замены, которые уже сделаны тренерским штатом железнодорожников. безусловно влияют на игру железнодорожников. Она уже не выглядит столь целостной и выстроенной, как была в первом тайме. А за первый тайм мы действительно заслуженно локомотиву поставили хорошую, высокую оценку. В непростое положение сейчас защитник поставил своего галкипера, но Доминик Голец сыграл надежно. Интересно, что... Вот момент еще 1,2-2, но посмотрите. Не хватает порядка в обороне во втором тайме у железнодорожников. И такой, знаете, более разозленный чешский футбольный оппонент. Потому что мы видим, что с настроем все в порядке у чехов. Может быть, чуть-чуть этого настроя не доставало в первом тайме. А сейчас разозлились на себя. Видимо, в перерыве хороший разговор прошел в раздевалке. И уже 2,2. Как быстро локомотив растерял свое преимущество, добытое по итогам первого тайма. Забивает Томаш Чванчара. 21 год этому футболисту. Новичок Спарты. Ранее играл за клуб Яблонец. За тот клуб, с которым несколько дней назад здесь же в Марбелле проводил свой контрольный матч локомотив. 2,2. А я вот хочу обратить внимание, что сразу два футболиста с одинаковым именем и фамилией сейчас на поле у Спарты. Бывает же такое. 37-й номер Владислав Крейчи. И 9-й номер тоже Владислав Крейчи. 37-му номеру 22 года он воспитанник клуба Брно. А 9-му номеру 29 лет. Я уже говорил о том, что он выпускник клуба и поиграл в итальянской баллоне. 2,2. Ну, с одной стороны, ничего такого смертельного, страшного не произошло, потому что это контрольная игра. Это только первый сбор подошел к концу. Впереди еще два сбора, прежде чем начнутся важнейшие официальные игры чемпионата и кубка. Но все равно, я думаю, очень даже обидно игрокам Локомотива, особенно тем, которые вышли на второй тайм, что вот так растаяло преимущество, добытое теми футболистами, которые играли с первых минут и в первом тайме. В первом тайме Ян Кухта дважды отличился за Локомотив. На 60-й минуте Владислав Крейчи забил свой гол после подачи Боржика до Чкала. И вот на 64-й минуте отличился уже седьмой номер Томаш Чванчара. У Локомотива замена. Бабкин заканчивает эту встречу. Сергей Поля покидает. Так, и замена вратарь А сейчас будет у Локомотива. Живоглядов вышел? Да, да, это Живоглядов. Второй номер. Выходит сейчас и новый голкипер. Это Андрей Савин. По 60-м номерам он выходил и в матче против Яблоницы на второй тайм. Живоглядов назад. Да, и вот уже новый голкипер. Почти. 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 Подходит к концу 68-я минута контрольного матча Локомотив Спарта Прага 2-2. Во втором тайме поражение сумели забить два мяча и сравняли счет. Да, Худяков уступил вместо в воротах Андрею Савину. Попал! 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 Тоже касается Дмитрия Живоглядова. Игрок опытный, 27 лет ему, выпускник Академии столичного «Динамо». Хорошо себя зарекомендовал, когда выступал за футбольный клуб «Уфа». Савян. Спарта мяч перехватывает. И нарушение правил позволяют себе игроки «Локомотива». Так, и, по-моему, вышел под 49-м номером Григорий Борисенко. Да, так и есть, он заменил Рифата Женмидинова, который сегодня отметился рядом очень классными передачами. Которые разрывали оборону соперника и позволяли забивать Яну Кухтя. «Дочка» вновь подает. Опасный момент возникает, удар с близкого расстояния. Правда, положение вне игры фиксирует судейская бригада, но все равно вновь дали пробить, вновь так зазевались. При стандарте собственный штрафной зелено-красный и бил по воротам футболист, который счет сравнял Томас Шванчара. Высокий, я бы дошел в такой долговязый форвард, но одним своим шансом уже успел воспользоваться в этой игре. Григорий Борисенко, 49-й номер, полузащитник по своему амплуа. Молодой, 19-летний футболист. Начинал с шеем торпеды, потом оказался в Казанке в фар-клубе «Локомотива». Ой-ой-ой, какая ошибка! И «Локомотив» уже нет, не проигрывает. К счастью, мяч попал в штангу. Удалось перебросить игроку «Спарта» через голкипера. Это был неугомон Ичванчара. Но, на счастье Савина, мяч попадает в штангу. Да, а сейчас бы третий получил бы «Локомотив» и уже проигрывал бы. Сегодня во второй раз штанга становится такой, знаете, надежной подругой вратарей. Помните, в первом тайме пенальти. И мяч попал в штангу, а затем ушел за пределы поля. И вот сейчас. Да, как-то все-таки развалилась игра у «Локомотива» во втором тайме. Рассыпалась. И «Спарта» этим пользуется. Но, к тому же, не будем забывать, что «Спарта» раньше начала подготовку. И раньше возобновляется чемпионат Чехии. Я уже об этом говорил. Значит, физическое состояние дает о себе знать. Оно получше у «Пражан». Ну, и опять-таки, вот эти многочисленные замены не в лучшую сторону. Это, очевидно, повлияли на игру «Локомотива». Но это сборы. Это работа. Прежде всего, работа. Оценивать эту работу уже будем через результаты в официальных встречах «Локомотива» и всех других клубов российской премьер-лиги, которые действительно сейчас вкалывают, пашут. Вот первый сбор сегодня заканчивается у «Локомотива», а через несколько дней уже будет сбор второй. Эти команды встречались в феврале на сборах дважды, правда, давно, в 14-м и 10-м годах. Угловой пытался своей прострельной передачей ситуацию штрафной соперника обострить Максим Петров, но только угловой. Живоглядов готов подключиться. Так вот, в феврале 14-го года «Локомотив» проиграл 1-2 «Спарте». Забил тогда за «Железнодорожников» Сергей Ткачев. А в 2010 году «Локомотив» выиграл на сборах в феврале у «Спарте» 1-0. Сейчас ничья 2-2. Мрадишвили готов выполнить угловой. С правой ноги навешивает. Здесь борьба и, видимо, еще один корнер. Да, мяч уходит от ноги Владислава Крейча. Может быть, стоит разыграть на этот раз угловой? Или опять будет подавать Мрадишвили? А добить, а добить! Добивают, даже забивают сейчас «Железнодорожники», но последний удар уже наносился после. С виска реферес зафиксировал нарушение правил. Видимо, посчитав, что там Борисенко подтолкнул игрока «Спарте». У Керка удар не получился. Затем мяч отскочил в зону, где оказался Марк Мопаси. Но его гол отменен. Несколько слов о вратаре «Локомотива», об Андрее Савине. 22 года ему, воспитанник кировского футбола. Ну, естественно, тоже прошел через казанку. Выходил на замену. В прошлом контрольном матче пропустил один мяч, один гол. Тяжело приходится защитникам «Локомотива», и не всегда они справляются. Даже чаще не справляются с настырным Томашем Чванчарой. Позволили ему забить. Был еще один у него момент. Правда, там из положения вне игры он удар носил. Сейчас выиграл воздушное единоборство этот высокорослый нападающий. 15 минут до окончания основного времени. Здесь нарушение. Здесь был фолл. Это Матей Пулкраб нарушил правила. Еще один воспитанник «Спарты» успел поиграть за «Слован» и «Богемцы». Ну, сегодня Ян Кукта забил два мяча. Между прочим, свои первые футбольные шаги он делал в Академии «Спарты». Правда, не стал выпускником Академии этого клуба. Он уже выпускался в Академии «Славии». Но именно «Славии» нападающий форвард, забивший уже три мяча на этих сборах за «Локомотив». Именно «Славию» он и перешел в московский клуб. Здесь нарушения, набровки. Дочкал. А это Живоглядов. Дмитрий Живоглядов нарушил правила. Борисенко готов, готов прессинговать. Так же, как и Керк, и Петров. И Баринов пытается помешать сопернику. Но не боятся активного прессинга со стороны футболистов «Локомотива» игроки «Спарты». Выходят на чужую половину поля с мячом. Продвигаются по правому флангу. И теряют мяч. Изидор не зря вступил в единоборство. И получилось так, что от игрока «Спарты» он выкатался за пределы поля. Но кто еще остался в запасе у «Локомотива»? Еще один голокипер молодой. Матюнин. А также защитник черный. И форвард Хлынов. Технезян боролся тут сразу с двумя соперниками. Отвоевал мяч для своей команды. Но я нисколько не сомневаюсь, что Маркус Гиздаль первым таймом должен быть очень доволен. Бывший тренер Кёльна, Гамбурга, Хофенхайма, а ныне «Локомотива». Думаю, много увидел положительных, позитивных моментов в игре первые 45 минут. В тайм второй получился значительно хуже для железнодорожников. В прошлом сезоне под руководством Марка Николича, теперь уже бывшего тренера «Локомотива» железнодорожники, завоевали бронзовые медали. Выиграли национальный кубок в финале, переграв крылья Советов 3-1. Играли в Лиге чемпионов. Правда, не одержали тогда ни одной победы. Три поражения, три ничьих. Ну, приличная группа была Бавария, «Атлетика Мадрид». Да, и «Рэдбул Зальцбург» тоже, как говорится, не подарок. Баринов, Живоградов тут же предложился и получил мяч от капитана. Поднимает руку вверх второй номер железнодорожников, сигнализируя рефери, что была игра рукой. А вот здесь, возможно, было нарушение правил, но судья показывает, встаем, встаем, играем. Я не вижу Фола Керк, неплохо, очень неплохо. А вот здесь уже значительно хуже. За счет одного движения здорово ушел, освободился от опекуна, но потом далеко отпустил мяч и не было острого продолжения. Керк на родине в Голландии играл за клуб «Утрехт». Результативно получился этот контрольный матч. Уже четыре забитых мяча и еще десять минут к командам играть. Может быть, даже чуть больше, если судья все-таки решит что-то добавить. Хотя мы знаем, что к товарищским контрольным матчам арбитры часто вообще ничего не добавляют. А Дживоглядова готов уйти соперник. В позиционной атаке чешская команда. Подача! Мяч так пошел в ближний угол. В какой-то момент показалось, что Савин с мячом не справился. Но не пустил он его в сетку собственных ворот угловой. Давайте еще раз посмотрим, что помешало голкиперу. По-моему, он умышленно отбивал мяч, даже не пытался его ловить. Раз так, значит, не все так страшно. Ну и отмечаем девятого номера Крейче. Именно он заработал этот угловой. А пока мы видим, что не может подняться с газона Томаш Чванчара. Держится за заднюю поверхность бедра своей правой ноги. И, возможно, не сможет быть полезен своей команде на последних минутах этого матча против столичного локомотива. 2-2. Да, будет замена. Под сорок шестым номером выйдет игрок молодежной команды «Спарта» Сейк. Ну а для форварда бражской команды седьмого номера Томаша Чванчара эта игра закончена. Вацлав. Сейк вышел вместо получившего травму игрока. Он хорошо выполняет стандарты. В частности, угловые. Борисенко успел помочь, затем вынос. И вот тут бы за мяч зацепиться, но уже, мне кажется, на ободах уже еле дышит Изидор. Сегодня он много бегал, ускорялся. Понятно, что еще далек он, как и все его партнеры, от оптимальных кондиций физических и игровых. Поэтому ему уже очень-очень тяжело. И это бросается в глаза. Стой, Макс, стой! Вот я как раз отмечал, что, ну, действительно, мастер стандартов и вообще с культурой паса высокой дочкой капитаном. Я посмотрел его статистику за прошлый сезон. Он сделал десять голевых передач. Андрей Савин не спешит расставаться с мячом. Пабло. Андишвили. Мампаси. Живоглядов. Баринов. Живой! Он так слегка играет сейчас на нервах соперника футболиста Локомотива. Держали мяч достаточно долго, без продвижения вперед. Так в кошки-мышки играли с игроками Спарты. Держали. Шевжик. 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 Ну что, согласны на ничью обе команды или все-таки еще нет? Еще есть какое-то время для того, чтобы попытаться забить и вырвать победу в концовке. Шевжик. Шевжик. Шеврик. Шевджик. 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 перед паузой чемпионате ну в конце первой части сезона локомотив терял очки последних пяти играх только одна победа была оформлена дома 18 туре на дуфой со счетом 2-0 и дизор штрафной удар поворотом очень опасный рядышком со штангой мяч прокатился но судя по всему мяча коснулся кто-то из игроков спарта будет угловой это керк но бил не он бил новичок команды были сегодня моменты у изидора для того чтобы забить первом тайме и вот сейчас в тайме втором и сам он себе этот момент создал по большому счету ну по одному матчу сложно говорить как он в конце концов заиграет не заиграет керк забивает но и возвращаясь к издоров хочу сказать что видно есть хорошие задатки вот он нападающую скорость прежде всего физические данные может и верху побороться и с мячом на ты в общем если раскроется то это будет действительно серьезным усилением для атакующего потенциала локомотива ян кухта сразу же с места в карьер взял и уже забил три мяча составе новой команды но мы с вами еще раз наблюдаем как как раз в этой голевой атаке поучаствовал но как ассистент вилсон изидор но затем уже мяч с близкого расстояния в ворота отправляет керк 3 2 что за пауза а все вот сейчас можно уже и давать свисток продолжать игру там по-моему замена локомотива произошла даткал сохранил мяч ветеран какой прорыв какой проход здорово великолепный проход защитники вновь играют неубедительно достается им от своего голкипера и заслуженно покричал на партнеров андрей савин но проход-то великолепный предпринял и был близок тому чтобы сравнить счет шестой номер прожан повезло повезло локомотивом что в третий мяч не влетел в ворота железнодорожника павла покинул поле но андрей савин не спешит живоглядов тоже никуда не спешит последние минуты через несколько минут первый испанский сбор для локомотива завершится завершится ли он победой на этот вопрос мы получим ответ совсем скоро два разных тайма в исполнении локомотива но нечто подобное было и в первой игре но знакомимся мы с новичками прежде всего локомотива замечаем их потенциал говорим о их возможностях и о том если все срастется и они сумеют в полной мере в дальнейшем раскрыться в новом клубе это будет усилением я прежде всего про игроков атаки кухту и изидора андрей савин имеет возможность сыграть сегодня на ноль первой игре он вышел на замену один гол пропустил не удалось ему сохранить свои ворота в неприкосновенности сегодня такой шанс у нее есть пол в центре поля нарушил правила в этом игровом эпизоде константина марадишвили быстренько разыграли этот шрафной поражание они еще не теряют надежду все-таки в самом конце матча счет сравнять они проигрывали 0 2 по итогам первого тайма сравняли счет тайме втором но вот в концовке пропустили третий мяч 13 минута ян кухта он же на 29 минуте забил свой гол и в обоих случаях ему великолепно ассистировал рифа джималеддинов 60 минута ладислав крэчим после передачи боржика . сделал счет 1 2 томаш чван чара на 64 минуте 2 2 и вот на 86 минуте гирана керк 3 2 мотив обороняется девяностая минута матча вышли вышли звучит команда вратаря и по-моему не только он употребляет этот футбольный термин надо встретить надо встретить сейчас есть небольшое численное преимущество у спарты удар рикошет и угловой живоглядова мяч угодил а у нас артур черный появился в по 74 номером как раз он заменил пабли руководит обороной андрей савин подача возникает напряжение требует назначить пенальти игроки спарты дескать была игра рукой рефери показывает ничего подобного кстати как выскочил далеко чуть ли не на половину поля локомотива голки перспарты и начал эту атаку хорошая передача во фланг удар поворотом вот молодец то какой андрей савин выручает команду буквально за мгновение до окончания встречи правда похоже был положение игры зафиксирован но все равно андрей савин великолепный сейф смотрим удар с близкого расстояния в касание от какая реакция красавец не подвел в этом эпизоде голки пер свою команду но сколько добавил рефери он смотрит уже на часы думаю что сейчас игра будет закончена больше минуты решил добавить рефери но у нас да у нас была остановка оказывалась помощь получившему травму там жутком жутком столкновении с бариновым и и в результате хромая поле покинул игрок спарты поэтому судья возможно и две минуты добавит секунды секунды разделяют локомотив от победы в этом контрольном матче но сейчас мяч будет далеко засылать штрафной площади соперника доминик голец борьба в воздухе ну надо надо просто постараться мяч отобрать вынести подальше разрядить в толку но пока не получается еще одна фланговая атака спарты и вновь так тревожно становится за сохранность до ворот локомотива но мяч не пошел в цель потому что столкновение и опять кто-то из игроков чешской команды получил травму надо отдать должное чешскому коллективу бьется команда до конца и пытается уйти от поражения пытается а вот так не надо делать некрасиво зачем же мяч отправлять когда он уже покинул пределы поля в ворота соперник бежит третья добавленная арбитра минутой как мы понимаем добавил он три имел право небольшую передышку получит локомотив по завершении первого сбора но потом в сбор второй много еще работы предстоит очень много тяжелый изнурительный но столь необходимый для того чтобы как следует подготовиться ко второй части чемпионата россии прозвучал только что финальный свисток локомотив поздравляем с победой над спарты в этом контрольном матче со счетом 3 2 тренерские рукопожатия ну и еще раз отмечаем что безусловно героем этого матча становится уже дорожников ян кухта отметившийся дублем и на этом сборе в двух играх чех забил три мяча отличный результат ну а на этом пожалуй все в заключении ваш комментатор валислав батурин благодарит коллег за хорошо проделанную работу вас друзья за внимание к этому контрольному матчу так же как и многочисленным другим которые око будет демонстрировать для вас счастливо до новых встреч удачи а и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА